Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я повторю фильм, который вы просили. Это изготовление ручейника. Но так, чтобы не повторяться, мы его свяжем в той же технике, но будем использовать другие материалы, которые можно найти у нас дома. Давайте приступим. Я крючок взял номер 12, граб-шримп. И, как вы видите, вот под такую конусность я его немножко огрузил. Ну, естественно, изготовил глазки и закрепил их. Теперь нам понадобится что? Мы должны с вами закрепить те материалы, из которых мы будем изготавливать. Так, как вы просили, я буду медленно и более вам подробно рассказывать, что, зачем и как крепится. Значит, я устанавливаю крючок в удобное для себя положение. Это делается для того, чтобы моя скользкая нить и те материалы, которые будем крепить, у нас не ползли по нашему цевью. Беру, как обычно, клей и немножечко промазываю место там, где мы будем с вами крепить материалы. Что нам понадобится? Нам с вами понадобится вот такая пленка, которая продается в наборах, или же полиэтилен, который вы найдете для своих целей. для того, чтобы мы могли с вами покрыть спинку. Я не закрепляю ее так, как обычно ее крепят, а потом подтягивают. Сделал вот такой вырез и стараюсь сразу подхватить так, чтобы у меня он находился достаточно ровно сверху. И, как вы видите, даю возможность нитке вот так его с огибанием цевья подхватить. Все, оставляем. Следующий элемент, который нам понадобится, это то, чем мы будем с вами сегментировать. Я подготовил вот такую леску где-то 0,14. И, смотрите, я стараюсь, вот вплоть даже до того, что нить переведу сюда большими витками, подхватить свою леску так, чтобы она у меня соприкасалась с местом крепления свинца. И сверху я ее подхватываю. Огрузку можно производить и больше, чем ту, которую вы, допустим, запланировали. Я буду рыбачить на глубине до полутора метров, поэтому моей огрузки вполне достаточно. И беру обыкновенный вот такой блестящий элемент, люрекс, и креплю его также по всей длине, чтобы у меня не было нагромождения материала. Довожу до места крепления, как вы видите. Оставляем. Теперь самый основной момент, то, о чем вы меня все время просили. Вот я вам показывал обыкновенная вот такая нитка, которая для ручного ввязания продается на рынках или же в магазинах рукоделия. Это нить ангора. Я у жены немножко выклинчил, она вязала здесь образец, но мне этой пряжи хватит надолго-долго-долго. Поэтому мы сегодня будем с вами изготавливать не из даббинга, а будем использовать вот хорошую эту вязальную нить для изготовления нашего ручейника. Мы изготавливать будем с вами ручейника, который будет идти, скажем так, на линьку. Поэтому нам еще с вами понадобится одно перышко вот такое CDC. Желательно, чтобы оно было как можно лохматее. Если такого у нас нет, не страшно, мы с вами можем потом, я в процессе изготовления покажу, чем можно будет его заменить. Вот, нежели нитки, я беру здесь слегка, как вы видите, подравниваю, увожу свою нить теперь уже непосредственно к глазкам, делаю завершающий узел, нитку эту удаляю. На этом наша работа еще, друзья мои, не закончилась. Тело еще изготавливать немножко рано. Теперь я беру. Как я уже вам неоднократно показывал, нить далеко не убираем. В процессе, допустим, распуска нити, зачастую, вот я обращаю внимание, как вы видите, нить это хорошо отражает ультрафиолет. Поэтому она нам сыграет, как подложка, очень хорошую роль. Я отрежу буквально немного, сантиметров, так, эдак, 30. Больше не желательно, так как будет пытаться. Бобина нам не нужна, бобинодержатель. Я закреплю нить в месте, там, где у нас был переход. Удерживаем нить, удаляем наши остатки нити. И теперь нам желательно совсем немножко нанести клея. Вот на то место все, которое мы с вами будем проматывать. Почему нам нужна эта подложка? При намокании у нас будет проявляться немного наше тело. И теперь вам, друзья, уже понятен процесс. Мы его неоднократно с вами проходили. Мы должны с вами сделать симпатичное, ровное и красивое тело. По одному месту, как я уже говорил, два-три раза, вот сколько вам необходимо, можете проходить. И не доходя миллиметров в три, пять, до глазков, мы должны с вами остановиться для изготовления. Мы с вами изготовили вот такую симпатичную подложку. Она, как я уже показывал, достаточно хорошо флюоресирует. Поэтому сейчас мы берем теперь аккуратненько вот все волоски, которые у нас попадают, убираем, чтобы виточек к виточку мы смогли с вами выполнить обмотку. Так как мы уже с вами достаточно симпатичное тело изготовили, нам нет необходимости теперь с вами подравнивать наше тело. и доходим с вами буквально пять миллиметров не доходя до наших глазок, сделаем вот такой хороший здесь нагромождение бугорочек. и оставляем теперь здесь нашу нить. Я обычно стараюсь сильно себя не заморачивать, беру обыкновенный узловяз, делаю один оборот и протягиваю нить. Все. У нас если позволяет длина нитки, этого нам вполне достаточно. Убираем. Что нам теперь нужно? Возьмем щетку и буквально совсем немножечко постараемся все вот так наши волоски увести вниз. Нет необходимости нам с вами их их без толку прихватывать. Годится. Теперь я беру люрекс, который мы закрепили и стараюсь выбрать для себя тот шаг, который будет более-менее симпатичен. Те волоски, которые вот так попадают под люрекс, желательно вот так нам с вами убирать. Как вы видите, операция не столь у нас сложная. Если нет у вас, допустим, такого люрекса, используйте другой, используйте вообще проволоку контрастную, белый, возьмите люрекс, любой голографический, который у вас имеется. Он несет только лишь эстетическую такую форму. Для того, чтобы теперь наш не убежал никуда люрекс, я беру обыкновенный зажим, подхватил и оставляю в таком положении. Берем теперь нашу нить, как обычно, закрепим. подхватываем наш материал хорошо и все теперь удаляем. Переходим ко второму этапу. Самое основное теперь, если вы решите для себя, изготовить спинку, чтобы она у вас была коричневая, я, допустим, беру и подкрашиваю не сам. Вот можно немножко вот так взять, пройтись коричневым, поставить определенные вот так точки, но это малоэффективно, так как со временем потом вымоется. Поэтому я беру свою пленку и ее хорошо вот так подкрашиваю коричневым фломастером. Если у вас есть коричневая такая пленка, пожалуйста, никаких проблем, все спокойно можно с вами дальше изготавливать. теперь нам необходимо установить наш крючок в несколько удобное положение, чтобы не убежала наша ни пленка, ни нить никуда. И переведем нашу нитку мы в район крепления грудки. Вот в это место. Теперь берем нашу пленку, аккуратно натягиваем, следим за тем, чтобы она у нас находилась строго-строго вот сверху. Перепроверимся еще раз, еще раз. Вот столько для меня будет вполне достаточно. Лежит она сверху. Я теперь беру аккуратненько проматываю пару раз и нить оставляю здесь. Берем теперь нашу с вами леску. и здесь затруднительно выполнить более качественно нам сегментацию, если мы не будем помогать себе ноготком. Поэтому я обычно подпираю первый вот такой виток, ставлю, удерживаю его ноготком, чтобы леска моя не убежала и перехожу сразу ко второму. уже наша леска с вами друзья никуда не убежит. Следим за тем, чтобы мы не утащили пленку и не утащили наш мех наверх. Все понятно, доходим до точки крепления. Закрепили все элементы. Пленочку, как вы видите, я вот слегка отогнул назад. И теперь мы сформируем с вами грудку. В чем заключается смысл, допустим, формирования этой грудки? Это мы должны с вами обозначить те крылышки, те лапки, которые уже у нас должны проявиться. Обратно крепим с вами, друзья мои, нашу нитку, которую мы с вами изготавливали тело. и уже буквально на месте грудки мы ее проматываем. Сколько это вы уже по пышноте своей выберите для себя сами. Так как грудка достаточно должна быть жирненькой, хорошей, в ней уже и крылышки сосредоточены, все жизненно важные элементы, поэтому грудка у нас должна быть несколько пышной. нитку в районе глазок останавливаемся, закрепим теперь нашу нить и удаляем остатки. Теперь есть несколько вариантов продолжения этой нимфы, как вы уже просили. мы можем с вами вот так начисать все наши создать имитацию лапок, но этого будет немножечко недостаточно, поэтому я подготовил вот такой вырез из курицы, спирокурицы, для того, чтобы обозначить вот те зачатки, которые крылышек, лапок, которые у нас образуются у нашего насекомого. Аккуратненько вот так вот держим там, где мы должны с вами закрепить, парой, тройкой оборотов крепим за наш вырез. Стараемся не нарушить, вот так перепроверимся еще раз, нанесем буквально капельку клея, на наш нить. Вот так годится. Теперь, как вы видите, вот я изначально подготавливал перо, для того, чтобы создать вот такую слизь, которая образуется у моей нимфы. Оно нам вот в том варианте в целом, которая есть, совсем не понадобилась. Нам только лишь с вами необходимо будет сделать сейчас расщепить нить дабинговой иглой. Но у меня нить достаточно тонкая, поэтому здесь будет небольшая задержка. вот и должны с вами взять вот так буквально щепоточку оторвать вот наших перьев и вставить в расщепленную нашу нить. Закрыли ее. Теперь вот эти которые волоски сейчас мы ее подведем повыше. вот эти волоски которые остевые мы подрежем чтобы не было скомканности. Рассредоточим и в этом месте выполним отводя вот так бородочки назад пару тройку оборотов. нить уводим с вами к загибу колечку вернее здесь оставляем. Вот таким количеством будет вполне достаточно если хотите можете сделать вот так вот полную обмотку. В идеале конечно было бы перо или вот допустим перепелки или перо куропатки но я специально вам показываю для того чтобы вы могли изготовить в домашних условиях не имея допустим специального пера. Теперь мы берем аккуратно нашу пленку следим за тем чтобы наше перо находилось строго сверху вот так поправляем все наши поднявшиеся волоски можно даже слегка увлажнить протягиваем до как я уже говорил колечко здесь я делаю один полный оборот подхватываю так как мы уже не будем возвращаться к этому месту я нанесу буквально капельку клея чтобы хорошо держалась моя пленка и выполню здесь уже пару тройку оборотов поднимаем нашу пленочку и как обычно вот в этом месте я уже промотаю ниткой и пленку мы закрепим с вами уже за глазками если недостаточно величина допустим как вот в моем варианте головой это я вам уже просто показываю можно неоднократно вот так переламывая нашу пленку добиться вот той пышности которая есть у головы ручейника ну вот я думаю для меня вот столько уже будет вполне достаточно следим чтобы наше перо не попадало под нить но теперь остается только одно сделать завершающий узел и приукрасить нашу нимфу вот и все друзья мои мы закрепили с вами вот такие еще усы сверху которые обязательный атрибут если слишком большая но я она когда намокнет вы сами потом увидите что не так уж и много наших перышек в крайнем случае если захотите можете вот эту нижнюю часть немножечко подрезать и все и наш вот такой ручейник который готовится к линьке готов к рыбалке благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч